Президент просыпается, вероятно, думает о ковиде, о том, что мы будем делать, чтобы взять его под контроль. Были признаки единства на инаугурации, которая является темой обращения президента, но вы уже достигли пределов единства. Мы знаем, республиканцы сигнализируют о том, что наш экономический план слишком велик. Митч МакКоннелл сказал, что он посмотрел на первый день президентства и сказал, что это похоже на шаг в неправильном направлении. А Кевин МакКартни жалуется, что иммиграционный и климатический план даже не может прийти к соглашению о том, как управлять сенатом и что это реальность на самом деле. Ну, во-первых, предложенный президентом пакет включает в себя очень много вещей, поэтому кризис, большие компоненты и денег распространения вакцины до разрешения американцам подавать заявление на страхование по безработице, денег на повторное открытие школы – все это ключевые компоненты, которые помогут нам пережить этот решающий период времени. Но именно так и должно это работать. По многим людям, в том числе и вам, мне кажется, что эта ситуация уже знакома. Президент Соединенных Штатов изложил свою повестку дня и свое смелое видение. Будет обсуждение с членами Конгресса и обеими сторонами о том, что мы будем дальше делать. Что-то им понравится, что-то не понравится. Мы разберемся, как выглядит это все, когда президент даст свой план. В конце концов, он почувствовал, что важно изложить свое видение в отношении ковид, а также кризисы и миграции, решаться которые никто давно не хотел. Он оптимист по натуре, но также верит, проработав 36 лет в Сенате, что когда страна сталкивается с кризисом, а мы сейчас сталкиваемся с множественным кризисом, не только со здоровьем, пандемией, которую собираются решить демократы и республиканцы совместно, должна собраться вместе и решить эту проблему, согласовать пакет для решения этого кризиса, потому что он влияет на демократов и на республиканцев, на красные и на синие штаты. И Байден думает, что мы можем достичь двухпартийного пакета. И сначала мы будем реализовывать двухпартийный пакет и сделаем всю необходимую работу. Хорошая новость о том, что кабинет начинает получать подтверждение. Мы бы хотели, чтобы это ускорилось, но похоже, что Лид Остин уже в пути, и Аврил Хейнс только что была приведена к присяге вчера. Нам нужно это понять. Александра Маккорос решающее значение имеет его вовлечение. Но, как вы знаете, президент сосредоточен на работе с обеими сторонами, чтобы довести дело до конца. И это то, над чем мы работаем сейчас каждый день. Посмотрим, добьемся ли мы успеха.